Я рад, что вы сегодня снова с нами. С вами пастор Вальтер Занзен. Я назвал сегодняшнюю передачу «Небо не будет полным без вас». В первую очередь я хочу вам рассказывать одну реальную историю, которая вас ободрит и вдохновит не пренебрегать вашей историей. Ваша история заслуживает того, чтобы ее знали люди. Ваша история, ваше свидетельство, ваш опыт общения с Евангелием, с Иисусом, ваша встреча с Господом, независимо от стадии, на которую Он пришел в вашу жизнь, заслуживает того, чтобы люди ее услышали и узнали. Не говорите «О, мне нечего рассказать, ну, такого вот прям интересного. У меня нет больших каких-то чудес, я не испытал того или иного. Я не могу рассказать чего-то грандиозного». Или другие расскажут лучше, чем я. Нет, Бог желает, чтобы ваша история, ваши переживания, ваш жизненный опыт стали благословением для многих. Так что не расстраивайтесь. Можно подвергнуть критике религиозные идеи, даже библейские тексты. Обо всем этом можно дискутировать, можно задавать вопросы, например, о том, как живут христиане в церквях, но никто не сможет противоречить вашей личной истории, вашему опыту, потому что ваша история — это именно ваша история. Это ваш опыт. Нельзя спаривать то, что вы пережили лично, ваши отношения с Иисусом. Ваша история точно достоверна. Это ваши личные переживания. И я повторюсь, Господь будет использовать вашу историю. Нужно придать все в Его руки. Даже если вам кажется, что ваша история — это такая мелочь, что и говорить не о чем. Поделитесь ею все равно. Оставайтесь доступны для этой истории. Всегда будьте готовы рассказать о том, что Бог сделал вашей жизнью. Мы с моей супругой пытались оживить местное радио в течение нескольких лет. Мне помнится, был период, когда было очень мало откликов. Иногда телефон молчал неделями. Это, конечно, немного дестабилизировало. Мы задавались вопросом, правильно ли мы делаем свою работу. И у меня возникла одна идея. Я спросил мою жену, а что если мы сделаем шоу, где она могла бы рассказать о своем христианском опыте? Я бы занялся записью, а она могла бы рассказать слушателям конкретные моменты из своей подлинной и искренней истории. Мы запустили это шоу, и, о чудо! К нашему большому удивлению, мы сразу же получили отклик. Пока еще передача была в эфире, телефон уже начал звонить. Позвонил один человек, он рассказал, что сейчас переживает точно такую же ситуацию, о которой рассказывала моя жена. Как будто этот рассказ был про него. Он попросил помолиться за него, что мы и сделали с моей супругой. Я вам расскажу еще более сильную историю. Мы выпускали в эфир эту передачу со свидетельствами два или три раза в неделю. И однажды позвонила одна женщина. Она всерьез собиралась покончить жизнь самоубийством. Она случайно... И я произношу это слово случайно с большой буквы в кавычках, вы понимаете. Она услышала нашу передачу. Она ехала в машине и слушала радио. Она сначала удивилась, что начала вещать христианское радио, а потом она была поражена той историей, что прозвучало там. Она полностью соответствовала ее ситуации. Она была тронута и отказалась от идеи самоубийства. Она решила связаться с радиостанцией. Также она хотела поговорить с теми людьми, которые рассказывали это свидетельство. В итоге эта женщина была спасена. Ее жизнь изменилась благодаря истории, услышанной в нужный момент. Бог также будет использовать и вашу историю. Так что осмельтесь предоставить себя в распоряжение Господа, и он будет использовать вас, даже не сомневайтесь. Давайте посмотрим на некоторые места из Библии. Например, в книге Иклесиаста, в первой главе, первом же стихе, сказано так. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Далее я хочу, чтобы вы открыли послание к Галатам, шестую главу, девятый стих. Тут сказано «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Второе послание Коринфянам, девятая глава, шестой стих. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». Ну и ещё Псалом. Это место, которое, по моему мнению, соответствует тому, что я хочу сказать вам сегодня. «Сплачем несущие семена». Вам сложно, вы не видите результатов. Так вот, сказано, он возвратится с радостью, неся снопы свои. Бог верен своему слову. Сеющий не останется без плода. Ну а теперь перейдём к нашей реальной истории. Старшее поколение может помнить знаменитого актёра Джона Уэйна, американского режиссёра и продюсера. Это легенда. Он снялся в более чем 180 фильмах и особенно прославился, снимаясь в вестернах Джона Форда. Он воплотил американскую мечту об успехе. Умер он в 1979 году в Лос-Анджелесе, но незадолго до его смерти вот что произошло. Дочь пастора Шулера, юная девушка, которую звали Синди, попала в очень серьёзную аварию на мотоцикле. Ей должны были ампутировать с ногу. Это ужасно. Джон Уэйн любил смотреть передачи Роберта Шулера по телевизору. Он услышал в одной из передач о том, что случилось с дочерью пастора, что она попала в аварию, и ей ампутировали ногу. Джон Уэйн написал ей следующую записку. «Дорогая Синди, я с сожалению услышал об аварии. Я надеюсь, что у тебя всё будет хорошо». И подписал её Джон Уэйн. Записку передали девочке, и она решила, что хочет лично ответить на это послание. Вот что она написала. «Уважаемый мистер Уэйн, я получила ваше любезное письмо. Спасибо, что вы мне написали. Я вас очень люблю. Со мной всё будет в порядке, потому что Иисус мне поможет». «Мистер Уэйн, вы знаете Иисуса?» «Я надеюсь, что вы знаете Иисуса, потому что я не могу себе представить, чтобы небеса были бы полны без присутствия мистера Джона Уэйна. Если вы не верите в Иисуса, я надеюсь, что вы отдадите Ему своё сердце прямо сейчас. Увидимся на небесах». И она подписалась своим именем. Она положила письмо в конверт с надписью для Джона Уэйна. Внезапно входит посетитель в больничном халате. Через какое-то время он спрашивает её. «Я вижу, что вы писали, юная леди». Она ответила, «Да, я писала Джону Уэйну, но только вот я не знаю, как доставить ему письмо». На что посетитель ответил. «Действительно, удивительно. Я как раз скоро с ним увижусь. Я иду на званный ужин. Если ты мне дашь это письмо, я могу передать его». Посетитель положил письмо в карман своего пальто, и вот пришёл вечер званого ужина. За столом в ресторане собралось 12 человек. Джон Уэйн сидел во главе стола. Люди смеялись, хорошо проводили время. И вот эта легенда американского кино собралась сказать что-то, но в этот момент человек, что посещал Синди в больнице, вспомнил, что у него в кармане есть письмо для Джона Уэйна, легенды кино. Он сказал «Сегодня я был в больничной палате одной юной девушки. Она написала вам письмо». Вот оно. Джон Уэйн прочитал письмо, и он был тронут до слёз тем, что произошло. Положив письмо в свой карман, он указал на человека, принесшего его, и сказал «Иди и скажи этой девочке, что прямо здесь, в этом ресторане, прямо сейчас, Джон Уэйн отдает своё сердце и Иисусу Христу, и что они увидятся на небесах». Три недели спустя Джон Уэйн скончался. Какая история? Небо не будет полным без вас. Ваше свидетельство имеет значение. Я хочу призвать вас не пренебрегать своим свидетельством и говорить о том, что Иисус сделал лично для вас. У вас есть, что рассказать, даже не сомневайтесь в этом. Да благословит Господь вашу историю. И до скорых встреч!